Сейчас практически ни один фильм не обходится без помощи компьютерных спецэффектов. Голливуд безвылазно подсел на них, а качество картинки всё развивалось и развивалось. И сейчас можно творить такое, о чём нельзя было и мечтать в 90-х. Всё больше и больше студий используют графику, ибо зачастую она обходится дешевле декораций. Более того, в блокбастерах напихано столько графики, что в итоге от оригинала остаётся лишь мелкий процент. А порой на съёмках сам чёрт голову сломит, настолько непонятное месиво творится на зелёном фоне. 300 Спартанцев – Расцвет Империи Зак Снайдер вложил немало графики в свой фильм, но к тому времени, как вышел сиквел, технологии развились ещё больше. А это говорит о том, что в него напихали ещё больше эффектов. Режиссёр Ноам Муро сообщил, Уму непостижимо, какой скачок совершили технологии за 8 лет. Эффекты стали ещё лучше. Они реалистичны, масштабны и трёхмерны. С помощью них можно создать невиданные вещи. Теперь стало возможно, как видите, снять целый фильм про море без единой капли воды на площадке. А ещё он рассказал, что они использовали практически те же технологии, что и при создании фильма Гравитация. Элизиум – рай не на Земле После выхода успешного района номер 9, Нил Бломкамп выпустил явно менее успешный Элизиум и не спас его даже Мэтт Дэймон в главной роли. На производство ушло 115 миллионов долларов, а собрал он в Америке лишь 93 миллиона. Но всю ответственность за провал Бломкамп взял исключительно на себя, не сказав ни одного плохого слова в адрес команды, работавшей над графикой. Причём графики здесь раза в три больше, чем в районе номер 9. Мир Юрского периода Когда Стивен Спилберг решил экранизировать книгу Майкла Крайтона Мир Юрского периода, спецэффектов, к которым привыкли мы, ещё по большому счёту не существовало. Но Спилберг заплатил Industrial Light & Magic, чтобы они создали 3D-модели динозавров, и окупил свои затраты. Конечно, не все обитатели парка были выполнены в 3D. Также для съёмок были использованы и классические для того времени куклы. В современной версии в роли динозавров выступали люди в костюмах, облегчающих наложение графики. Они имитировали движение динозавров, чтобы анимация 3D-модели впоследствии получилась более реалистичной. Как рассказал супервайзер Тим Александр, «С помощью этого мы добились натуралистичности анимации. Мы наняли специальных людей для воплощения этой идеи. Актёры, которые играли динозавров, были одеты в специальные костюмы. У них даже хвосты были». Безумный Макс – Дорога Ярости Джордж Миллер вернулся к своей франшизе, но многие не приняли его новый фильм. В Дороге Ярости было столь много спецэффектов, в большинстве своём безумных и кровавых, что зрителей это отпугнуло. А добились они такой картинки благодаря усердной работе механиков, которые создавали машины для съёмок. Все сцены погони были сняты вживую, но очевидно, что без компьютерной графики визуальный ряд был бы не таким невероятным. Супервайзер по спецэффектам Эндрю Джексон и его команда из 100 человек обработали свыше 2000 кадров, добавляя в них как персонажей, так и премудрости местной погоды. Мстители Перед командой Marvel Studios ещё не стояла такой сложной задачи. В случае со Мстителями и ставки, и требования были высоки. Как рассказал Джефф Уайт, супервайзер, «Со Мстителями нам пришлось потрудиться. Мы воссоздали целый район Нью-Йорка в 3D-моделях, чтобы снять сцены полётов Железного Человека. И, кстати, о нём нам нужен был новый костюм Марк 7 и башня Старка, не говоря уже о расе пришельцев. Мы преодолели множество препятствий на пути к успеху. Зелёный фон практически не убирался с площадки, а актёрам приходилось реагировать на невидимые угрозы и укрываться от поддельных взрывов. Но самой большой сложностью стало добавление Халка в команду. Уайт пояснил, «Нашей задачей было сделать его максимально натуралистичным, к тому же он в одном кадре с реальными людьми. Мы провели немало времени за работой над его волосами, зубами и кожей». Человек из стали Чтобы создать иллюзию полёта самого первого Супермена, Ричард Доннер держал Кристофера Рива канатами, а на заднем фоне проецировались кадры, отснятые отдельно. Бесспорно, в 70-е года эти эффекты смотрелись очень круто, но покажи их современному зрителю и аудитория выбежит из кинозала. Именно такой нереалистичности Зак Снайдер должен был избежать. Снайдер решил использовать наезд камеры вместо передвижения актёра и, очевидно, снимал всё на зелёном фоне. Генри Кавилл висел на канатах во время съёмок, а специалисты по компьютерной графике сделали остальное. Железный Человек 3 Когда первый Железный Человек увидел свет в 2008 году, его режиссёр Джон Фавро старался использовать графику по минимуму. Но в последнее время он своё мнение изменил. Я всегда старался от использования визуальные эффекты, когда возможно. В последние годы, в последние годы есть много замечательных визуальные эффекты, где это начинает становиться даже для меня. Фавро снял продолжение, но на третью часть был назначен Шейн Блэк. И, как и со Мстителями, они снова смогли прыгнуть выше головы. Как сказал Кевин Файги, «Мы хотели, чтобы у Старка была возможность надеть костюм в любое время. Чтобы уйти от идеи робота, надевавшего костюм, они придумали автономные запчасти. Они летят на датчики, которые Старк поместил себе под кожу. Фишка в том, что каждая деталь должна быть дорисована отдельно» Человек-паук Возвращение домой Годы гимнастических тренировок пригодились Тому Холланду на съёмках Человека-паука. И, надо сказать, он достаточно эффектно появился в киновселенной. Но даже в век компьютерной графики полезно иметь главного актёра, способного прыгать и крутиться на площадке и который не против полетать на тросах. И так целый день. Во время съёмок сцены с Вашингтонским монументом под маской был не каскадёр. Хотя сам по себе монумент, очевидно, был сделан специально для студии. Пусть Холланд и был на страховочном тросе, лёгким трюкачеством это не назовёшь. Книга Джунглей Спецэффекты, которые Джон Фавро использовал для Железного человека, не идут ни в какое сравнение с новой адаптацией Книги Джунглей. Нужно было исхитриться, чтобы создать вокруг актёра целый нарисованный мир. Режиссёр пояснил, «Самое сложное – это имитировать свет и тени. В итоге всё свелось к узконаправленным светодиодным лампам. Лампочки были заанимированы под уже созданную 3D сцену. Поэтому, когда мальчик проходил под слонами, на нём была настоящая тень, потому что лампы не светили». А это говорит о том, что мальчик Нил Сетхи должен был представлять в голове животных, с которыми вступает в контакт. Хотя в некоторых случаях Фавро использовал куклы и актёров в синих костюмах, чтобы облегчить ему работу. Робокоп Пол Верховен применил все спецэффекты, до которых мог дотянуться в 80-х. Он комбинировал стоп-моушен и куклы в полный рост, чтобы сделать фильм максимально реалистичным. В ремейке 2014 года главный герой получает ранение от взрыва, который был нарисован, но вот костюм он носит на самом деле. Проблема заключалась лишь в том, чтобы создать такой костюм. Марсианин Ридли Скотту уже не впервой создавать фильмы, наполненные спецэффектами, но Марсианин оказался нелёгкой задачей. Половина декораций была на площадке, но чтобы привести это всё к правильному визуальному ряду, потребовалось проделать много работы. Супервайзер по спецэффектам Андрес Лангландс рассказал в интервью. Ридли Скотт знаменит тем, что любит делать зарисовки к будущим кадрам. Мы его спрашивали, как должны выглядеть горы на заднем фоне в таком-то кадре. Он это всё рисовал, и дело оставалось за малым. Мы просто делали, как он скажет, и все были довольны. Довольно много времени было потрачено на подбор правильной цветовой гаммы для неба и фона в целом. Но самой серьёзной проблемой для команды стали отражения на шлеме. Отряд самоубийц Фильм про команду антигероев, снятый Дэвидом Эйром, имел свои косяки, но к визуальному ряду претензий не было. Над его эффектами работало сразу 18 компаний. Imageworks полностью делали финальную битву. Отрисовка главного суперзлодея фильма определённо далась им нелегко. Как рассказал супервайзер Марк Брейкспер, чародейка – это уникальный персонаж. Пришлось её снимать без костюма и добавлять его потом, чтобы взаимодействие цветов на экране было реалистичным. Брейкспер позже добавил, что среди 300 кадров, над которыми они работали, самыми сложными были сцены с татуировками героини. Пришлось исхитриться, чтобы сделать татуировки с одной стороны набитыми на кожу, но с другой прозрачными, чтобы видно было, что под ними. Волк с Уолл-Стрит Самыми запоминающимися кадрами этого фильма Мартина Скорсезе стали момент затопления яхты и лев, гуляющий по Орпису. Но, как было показано в описании графических эффектов, даже на первый взгляд простые, обычные кадры также были смонтированы с помощью компьютерной графики. От пляжа на закате до теннисного корта они отсняли много материала по отдельности, чтобы сделать картинку такой, какой её хотел видеть режиссёр. Работать с Мартином Скорсезе значит постоянно повышать свою планку. Его фильмы смотрятся так, будто их снимают в более стилизованной и красивой реальности. Нам нужен был именно такой эффект. Разлом Сан-Андреас Разрушения, которые показаны в этом фильме, никак не могли обойтись дёшево. Однако на его производство ушло всего 114 миллионов долларов, а это значительно меньше, чем в случае с другими фильмами про природные катастрофы. Тот же 2012 Роланда Эмми Риха сожрал в два раза больше денег. Супервайзер по спецэффектам Колин Страус снизил стоимость производства за счёт использования декораций и постановок в тех случаях, когда обычно прибегают к компьютерной графике. Он пояснил, «Вы можете снять фильм за 100 миллионов долларов и выглядеть он будет на все 200. Главное – грамотно использовать ресурсы. Просто так пихать графику не стоит». Но без графики всё же не обошлось. Над эффектами работали целых семь компаний, чтобы сделать свыше 1300 кадров. Спасибо. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а»